Здравствуйте! В эфире вечерний выпуск новостей в студии Егор Матаев и прямо сейчас о главных темах выпуска. На 198 миллионов долларов США увеличился объем экспорта продукции алтайских предприятий. Он составил 1 миллиард 145 миллионов. Завершили расследование уголовного дела бывшего управляющего делами губернатора и правительства края Андрея Степанова. Подробнее об этом через несколько минут. 1 миллиард рублей выделили на приобретение новых трамваев и троллейбусов в Алтайском крае. Где его обновят, расскажем в выпуске. На 198 миллионов долларов США увеличился объем экспорта продукции алтайских предприятий в сравнении с 2020 годом. В прошлом 2021 он составил 1 миллиард 145 миллионов. Об этом сообщили в прислужбе правительства региона. География экспорта расширилась с 87 до 98 стран. Алтайская продукция пользуется спросом в Казахстане, Узбекистане и Турции. Популярностью пользуется лесоперерабатывающая продукция, основной поставщик которой – павловский деревообрабатывающий комплекс. На втором месте у нас традиционно уже располагается вагоностроение. Более 107 миллионов долларов США в год идет на экспорт от предприятий, таких как Алтай вагонзавод, вагоноремонтный завод и рубцовский филиал Алтай вагонзавода. Это вагоны и все комплектующие к этой продукции. Ну и третье место у нас также традиционно уже занимают наши котельщики, предприятия, которые работают в сфере энергомашиностроения. Здесь основную долю составляет экспорт, конечно же, предприятия Сибэнергомаш. Кроме того, большой прирост показали зерновые. Экспорт увеличился почти на 55%, а также продукция масложировой промышленности. Здесь продажи выросли на 35%. Мы продали 307 тысяч тонн зерновых. Это на 94 миллиона долларов США. Плюс к этому необходимо добавить и продукцию мукомольно-крупиной промышленности, то есть продукцию перьемола, зерна, которые мы реализовали на 55 миллионов долларов США и продали в объеме порядка 90 тысяч тонн. 1 миллиард рублей потратят на новые трамваи и троллейбусы в Алтайском крае. Это связано с высоким износом подвижного состава. Обновить электротранспорт планируют в Барнауле-Бийске. На выделенный миллиард можно приобрести порядка 90 троллейбусов или 30 трамваев. Также в пресс-службе АКЗ сообщили об увеличении расходов дорожного фонда в регионе. Край получит дополнительные средства в 2 миллиарда рублей. Их потратят на дорожную деятельность, строительство, ремонт и содержание дорог, а также покупку спецтехники для муниципалитетов края. Каждый день на четвертый маршрут выходит... 4 466 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали только за прошедшие сутки в Алтайском крае. Из них 2796 в краевой столице. Всего же в крае больше 186 тысяч инфицированных. Из них 124879 человек выздоровели. 2600 человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 203 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперштаба тяжелобольных, 422 пациента. На аппаратах ИВЛ – 150. В Алтайском краевом онкодиспансере работает кабинет вакцинации против COVID-19. Здесь можно сделать прививку против коронавирусной инфекции. Доступны вакцины «Спутник Ви» и «Ковивак». Осмотр пациентов и непосредственный допуск к вакцинации осуществляет врач-терапевт. Результаты теста на антитела не потребуются. Напомню, вакцинацию могут пройти и онкологические пациенты, находящиеся в ремиссии по предварительному заключению врача-онколога. И продолжаем выпуск. Заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления дорожного хозяйства Валерий Никитюк освобожден сегодня от замещаемой должности по собственной инициативе. Об этом сообщил начальник департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Алтайского края Дмитрий Негреев. Ранее в алтайских СМИ появилась информация, что Следственный комитет по Алтайскому краю ведет в отношении Валерия Никитюка проверку по сообщению о преступлении в виде незаконного участия в предпринимательской деятельности. Завершили расследование уголовного дела бывшего управляющего делами губернатора и правительства края Андрея Степанова. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Напомню, Степанова обвинили в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. По версии следствия, в 2019 году от имени управления делами он заключил контракт с одним из вузов. Хотел получить второе высшее образование за счет ведомства. На это ему требовалось 130 тысяч рублей. Кроме того, в 2020 году обвиняемый в целях сокрытия факта срыва государственного контракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края, а именно многоэтажного наземно-подземного гаража-стоянки в центре города Барнаула, нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере около 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика. На тот момент осуществившего комплекс подготовительных работ, но не получившего своевременную выплату по госконтракту. Степанов знал, что по результатам экспертизы проект комплекса получит отрицательную оценку из-за снижения затрат по госконтракту. Единственная в Сибири учебно-производственная лаборатория для изучения молочной продукции появилась в Парнауле. Студенты Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий уже проводят микробиологические исследования молочных продуктов и сырья, из которого они изготавливаются. Тему продолжит Анастасия Меншакова. Здесь все как на настоящем производстве. Современное оборудование позволяет заглянуть глубоко в структуру молока, сыров и заквасок. Сначала студенты Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий изучают, как продукт должен выглядеть под микроскопом. Затем сравнивают образцы с материалом под стеклом. В составе закваски для производства кефира, дрожжи и уксусно-кислые бактерии. Посторонние микроорганизмы могут испортить партию кисломолочной продукции. Поэтому важно учиться отслеживать производство на всех этапах. Только у сыров есть 50 основных видов. Нужно уметь отличать их друг от друга, чтобы заметить в структуре нежелательные изменения. Сегодня мы исследуем сыр Маздан, мы смотрим на рисунок сыра, также смотрим на пустоты, микропустоты, макропустоты. И основываясь на этом, мы переходим к выводу, какого качества продукт. В прошлом году Министерство образования и науки края поддержало проект создания экспериментального центра сыроделия. Так, в колледже появилась лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены. Ее оборудовали на средства из краевого бюджета. Это больше трех миллионов рублей. Раньше студенты у нас обучались, они смотрели, как это исследуется на таком более простом уровне в лаборатории физико-химического анализа. А здесь они более детально, подробно рассматривают бактерии. Они могут посмотреть, сделать разведение на готовый продукт, увидеть, есть ли там кишечная палочка, либо масляно-кислые бактерии, соответственно, как на производстве. Это самое главное. Новая лаборатория дополнила производственную учебную площадку. Это мини-производство, где есть сыроварни и маслобойки. Здесь студенты отрабатывают выпуск классической продукции. Например, моцареллы и сулугуни. Экспериментируют с выработкой новых сортов сыра. Площадка появилась в колледже в 2016 году. Благодаря партнерству правительства региона и ведущих предприятий молочной отрасли края. То оборудование, которое отвечает всем последним современным технологическим нормам, позволяет подготовить специалистов высококвалифицированных, постребованных на рынке труда среди ведущих производителей молочной продукции края. А надо напомнить, что наш край входит вот уже на протяжении нескольких лет в лидеры по производству сыров и сливочного масла. Колледж выпускает около 80 специалистов по молочному делу в год. Они работают на крупных предприятиях края. Учебные лаборатории помогают им сразу включаться в рабочие процессы. В будущем колледж планирует приобрести термостат и электронный микроскоп, чтобы площадки полностью повторяли реальное производство. Анастасия Меншакова, Денис Кузьменко. Новости. Сегодня в нашей стране отмечается 33-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. В эту памятную дату в Государственном музее Алтайского края презентовали книгу о 345-м гвардейском парашютно-десантном полку. Подробности в нашем материале. 3782 наших земляка участвовали в афганской войне. 153 из них так и не вернулись на родину. В том числе и солдаты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка, который сформировали еще в 1944 году. О нем братья Сергей и Виктор Крыловы выпустили книгу «Живая память, живая легенда». Авторы рассказали, что в Афганистане десантники помогали местной милиции, охраняли колонны транспорта, занимались разведкой и участвовали в боевых действиях. Боялись, конечно, страшно было. К этому нельзя привыкнуть. Тем более, когда, скажем, я чем разговаривал перед операцией, сидели, курили, разговаривали, смеялись. И тут либо по рации, либо на глазах человек погибает. Во время Великой Отечественной войны 345-й полк наградили орденом Суворова, а позже – боевого красного знамени. Книга повествует не только о войнах Афганистана. К примеру, Виталий Вольф участвовал в миротворческой миссии грузино-абхазского конфликта. Он погиб в марте 1993 года, охраняя военный объект. Под разрывами снарядов Виталий нашел и устранил повреждения кабеля. Тем самым восстановил связь своей части с основными войсками. Этим подвигом он спас почти 250 жизней сослуживцев. Старшему сержанту Вольфу посмертно присвоили звание Героя России. «Самое интересное, что меня в них поразило, мы им информацию по сыну, мы вообще ее никому не даем. Не знаю почему, очень тяжело жене, и мне, так сказать, не это самое. И мы ее никому не даем. И вот они, где они накопали, каким они, ну, образом, ну, вот они реальные вещи, там реальные факты, они там осветили. То есть, вот, вы знаете, я перед ними шляпу снимаю». Экземпляры книг о 345-м парашютно-десантном полку передали общеобразовательным школам для просвещения молодежи, а также в Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. Елена Самарина, Сергей Седых, Новости. Сегодня гостями клуба путешественников в Краевой библиотеке имени Шишкова стали орнитолог и врач, которым в разное время довелось поработать в Антарктиде. На встречу побывала моя коллега Юлия Шуламова. Юлия, вам слово. Здравствуйте, Егор. Каково это работать на Южном полюсе, нам расскажет врач из Миногорска Андрей Паутов. Андрей Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько в общей сложности вы провели на станции? На станции, именно на станции мы провели с 23 декабря по 24 декабря. Значит, с 2013 года по 2013 год. И в пути были полгода. Два месяца добирались до станции и четыре месяца возвращались обратно. Есть, наверное, только один путь, как можно добраться. Как? Путей, в принципе, два. Но основные участники добираются кораблем «Академик Федоров», то есть до станции «Прогресс», там самолет и на станцию «Восток». Есть буровики, то есть они приезжают в начале января. То есть они долетают до Кептауна, там садятся на самолет до Новолазаревской станции, оттуда долетают сюда. То есть более быстрый путь, но не для всех. А основной экипаж добирается вот таким. То есть морским путем, долго, но именно вот так. А при вас какая самая высокая и самая низкая температура были на станции? Ну, на станции самая низкая температура была минус 80 градусов, самая высокая, ну, где-то около 30 градусов, 25, может быть, что-то такое было. И поэтому только на станции «Восток» была вот такая шутка – это «Клуб 200». То есть когда человек в бане находился, то есть там раскалялся до 120 градусов, выходил на снег, и разница температуры была 200. Поэтому «Клуб 200» спокоен можно только на «Востоке», на станции «Восток». А я знаю, что у вас еще там было такое нелегальное домашнее животное. Расскажите о нем, пожалуйста. Нелегальное домашнее животное. На станцию нельзя провозить животных и растения. Но у нас случайно получилось, что моль попала в шерстяной носок одного из полярников. Мы за ней, когда узнали, за ней ухаживали, давали ей махеровые шарфики, чтобы она питалась благополучно. Но несмотря на это, спокойный сон, еду, она все равно скончалась, к нашему сожалению. То есть животное там не выживает. Ну что, у вас остались какие-то видеофайлы, которые вы сегодня и демонстрировали, да? Да, демонстрировали файлы, которые мы сами снимали. Именно не какие-то официальные люди, а именно мы внутри станции, и это почти никуда не ушло. Только, по-моему, баню мы показывали, это у нас забрали, отправили, ну и там рекламировали. Спасибо большое, Андрей Петрович. Подробности об этой встрече мы расскажем в следующих выпусках новостей. Пока я передаю слово в студию. Егор. Да, Юля, спасибо, но я продолжу. Лакей, карета и прекрасный принц, казалось бы, могут быть только в сказке. У одной девушки сбылась мечта, она стала принцессой. 14 февраля торгово-развлекательный центр «Арена» подарил организацию романтического предложения «Руки и сердце» для молодой пары из Бурнаула. Как это было, смотрите в нашем сюжете. Верят в сказки все девочки в детстве. А вот у девушки из краевой столицы Дианы в День всех влюбленных получилось стать принцессой. Вчера с работы ее встретил Лакей и проводил до кареты с лошадью, которая доставила девушку к месту, где ее ждали романтическое видео, цветы и он. Принц, вставший на одно колено с кольцом в руках. Подарок, романтическое предложение для своей половинки на 14 февраля выиграл барнаулиц Вадим. Он принял участие в конкурсе торгово-развлекательного центра «Арена». Там для влюбленных и подготовили сказочную историю. Кроме предложения, пару ждал еще один сюрприз – ужин в ресторане на двоих. Мне все понравилось. Карету, когда я увидела, это вообще сказка. Лакей зашел. Просто супер. Такого вообще не ожидала. Я думала, ну, сходим куда-нибудь. 14 февраля, День всех влюбленных, посидим. Пара вместе уже 8 лет. В прошлом году Вадим уже решался на предложение. Оно было не таким сказочным, признается жених. С датой свадьбы влюбленные уже определились. Они хотят пожениться 3 сентября в день знакомства. Хотел думать, как сделать лучше. Момент. Тут полон получился. Волнения было, когда снимали видеоролики. А сегодня как-то, наоборот, подбодрее. Такой подарок в ТРЦ «Арена» разыграли впервые. Заявок на участие в конкурсе было много. Однако не все молодые люди готовы были жениться. Несколько заявок были именно тех парней, молодых людей, которые хотели сделать предложение, но не знали, как. Вот именно на них мы и ориентировались. Организация проходила совместными усилиями наших ивентов и непосредственно молодого человека. То есть весь сценарий они разрабатывали совместно. Все его пожелания были учтены. Я думаю, мы их реализовали на 100%. Девушка была в восторге. Девушка была удивлена, ошарашена. И она согласилась. И это значит, что у нас получилось на 100%. Близится 23 февраля и 8 марта. Специально для тех, кто не знает, что подарить своим близким на эти праздники, ТРЦ «Арена» создала подборку подарков на своем официальном сайте. Список можно найти во вкладке «Актуальное». Подарки по любому поводу. Алина Пенигина, Сергей Балуев. Новости. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами.